В Украинской столице 15.00 мы продолжаем рассказывать о происходящем в Украине и мире. Персона Нонграда объявила Украина консула Венгрии в Берегово. В течение трех дней он должен покинуть страну. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. Киев также рассчитывает, что венгерская сторона в дальнейшем воздержится от любых недружественных шагов по отношению к Украине, а ее должностные лица от нарушений украинского законодательства. Об этом было сообщено сегодня послу Венгрии в Украине Эрнок Ешкиню. Ему была вручена нота с информацией о том, что согласно статье 23 Венской конвенции о консульских отношениях 1963 года, в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов. В свою очередь, Венгрия высылает украинского консула в ответ на действия Киева. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярта на пресс-конференции, сообщает венгерский еженедельник HVG. По его словам, он вызвал посла Украины в Будапеште и сообщил, что у него есть 72 часа, чтобы покинуть Венгрию. В сентябре в сети появилось видео, как в венгерском консульстве в городе Берегово на Закарпатье местные жители получают гражданство в Венгрии и присягают на верность этому государству. Затем венгерский дипломат призывает их скрывать от Украины факт получения второго гражданства. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, эти действия противоречат Венской конвенции о консульских отношениях. Законопроект о функционировании украинского языка как государственного приняла в первом чтении Верховная Рада. Документ поддержали 261 депутат. Новый закон будет регулировать всю языковую политику в стране. Подробнее узнаем у корреспондента ЮАИ-ТВ Ольги Михайлюк. Она на прямой связи со студией. Ольга, и так, как голосовала Верховная Рада и какие основные нормы принятого в первом чтении законопроекта? Приветствую, коллега. Настоящие баталии развернулись в сессионном зале, когда принимали законопроекты. В первом чтении по факту осталось три законопроекта, предложенные наибольшей фракцией Блок Петра Порошенко, также нефракционным депутатам и комитетский законопроект профильного комитета с предложениями общественности. И вот, когда ставилось на голосование три основные борьбы, развернулось около двух законопроектов Блока Петра Порошенко и Комитетского. Несколько раз ставилось на рейтинговое голосование спикером Рады. Тот или иной законопроект не мог никак найти достаточное количество голосов ни один, ни другой. Под крепкое украинское слово «гоньба», «позор» политические конкуренты стимулировали, чтобы тот или иной законопроект нашел необходимое количество голосов. Но в итоге все-таки национальные интересы Украины победили, и депутаты сошлись на том, что в Украине необходим языковой закон, и поддержали тот законопроект, который предложила общественность, поддержала общественность. Что же предлагается? Это более кардинальный законопроект. Согласно его нормам в Украине будет работать национальная комиссия по языковому вопросу. Она будет проводить такие вот аттестаты и выдавать сертификаты государственным чиновникам об уровне их владения государственным языком. Без этих данных, например, не смогут стать президентом кандидаты в президенты, если не будут знать государственные языки, ну или депутаты разных уровней. Много других норм, но он также был, многие правки были внесены во время комитета, скандальные или которые дискуссионные. И вот ко второму чтению авторы этого законопроекта обещают его еще более усовершенствовать. Этот закон называется «Закон Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». То есть это закон про украинский язык. У нас есть два других проекта. Один из них не закон про украинский язык, а закон про языки в Украине. Да, он касается урегулирования украинского языка, но он касается всех языков, в том числе языков меньшинств. Есть еще один законопроект, который касается урегулирования всех языков. Пока обсуждали эти языковые законы, мы наслушались глупости в стиле незабываемого Николая Яновича, а как бы ломания об колено тех, кто в быту говорит на русском. Я нигде не встретила никакого сопротивления против поддержки языкового закона и не встретила ни одного с перебитым позвоночником или с подбитым глазом вследствие якобы насилия. До сегодняшнего дня в Украине фактически был языковой вакуум, потому что в феврале этого года Конституционный суд отменил скандальный закон Колесниченко-Кивалова, он отменил скандальную процедуру его принятия, то есть и закон, соответственно, стал недействительным. Этот закон фактически делал возможным двоязычие в Украине и вот до сегодняшнего дня он был, в общем-то, отменен. И сейчас задача народных депутатов доработать принятый сегодня на первом чтении закон ко второму чтению студии. Спасибо тебе за подробности. Это была Ольга Михайлюк. Она рассказала, как принимали в первом чтении закон о функционировании украинского языка как государственного. Также на год Верховная Рада продлила особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. За это решение проголосовали 245 народных депутатов. Закон позволит парламенту и международным партнерам продолжать санкции против Москвы. По словам первого вице-спикера Ирины Герасченко, закон носит технический характер и не сможет вступить в силу, пока российские военные и наемники не покинут территорию Украины. Также Герасченко отметила, в законе об амнистии боевиков речи не идет. Действительно, в политическом блоке Минских соглашений есть отдельный закон об амнистии. Но это другой закон. И сегодня парламент его не рассматривает. Более того, в любой закон об амнистии, в который никогда не попадут убийцы, насильники, те, кто держали в плену наших украинцев, те, кто сбивали Боинг, потому что это невозможно. Потому что это военные преступления, и они будут отвечать за свои преступления. Тем временем украинская разведка докладывает, российские наемники готовятся к так называемым выборам на оккупированной территории Донбасса. Раздают фейковые паспорта для голосования, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гусуляк. Для обеспечения массовости оккупанты планируют стопроцентное привлечение военнослужащих армейских корпусов, в том числе принятых на службу без так называемых республиканских паспортов. Таким лицам выдают справки о гражданстве фейковых республик. Также командование оккупационных войск под видом отработки противодиверсионных мероприятий скрыто тренирует специально созданные группы для быстрого реагирования. Их цель оперативно подавлять любые проявления гражданского неповиновения в период подготовки и проведения на оккупированных территориях так называемых выборов. Также боевики не прекращают обстрелы украинских позиций на Донбассе. С полуночи режим тишины нарушили трижды, сообщил спикер Минобороны. Со стороны оккупированного поселка Азов из крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли водяное на Приазовье, а из минометов Орехово в Луганской области. Потерь среди украинских бойцов за вчера и сегодня нет. За прошедшие сутки боевики открывали огонь 21 раз и использовали вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В частности, под минометный огонь попали Крымская, Луганский рубеж, на Донецком Лебединская и Водяное. В кибератаках по всему миру обвиняет ГРУ России МИД Британии. Об этом сообщается на сайте Национального центра кибербезопасности Великобритании. В заявлении отмечается российская разведка, причастна к хакерскому вмешательству в десятки кампаний и мероприятий, от спорта до президентских выборов США в 2016-м. Глава МИД в Великобритании Джереми Хант назвал это нарушением международного права. Его слова поддержал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе он назвал действия России безрассудными и неизбирательными. Это не действия великой державы, это действия государства-изгоя. И мы вместе с союзниками продолжим работать над тем, чтобы их изолировать, заставить понять, что они не могут продолжать вести себя подобным образом. Спасибо большое. Команда собрана настрой боевой. Сейчас у нас идет такая уже шлифовка, такая шлифовочная работа. Мы стараемся каждого спортсмена подвести в оптимальную спортивную форму. Немножко, как я, как главный тренер, немножко так с опаской. Погода нас немножко не радует. Боюсь, чтобы никто не заболел. Мы сами хотим, чтобы тренировки были на улице, потому что там мы не будем стрелять ни в помещении, ни в тире. Это будет открытый стадион. То есть все климатические условия учитываются. И в дождь будем стрелять, и при ветре. Украина участвует в Invictus Games во второй раз. В прошлом году игры проходили в Торонто. Украинцы завоевали 14 медалей. И это был один из лучших результатов среди 17 команд со всего мира. В этом году команд будет 18. Присоединилась Польша. К этому часу пока что все. UATV.UA, сайт канала. А там еще больше информации. Следующий выпуск через 2 часа. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. До встречи.